В Югорске же прошло совещание по строительству и ремонту автодорог. В муниципалитете завершается возведение крупной транспортной развязки. Директор окружного департамента дорожного хозяйства Валерий Фомагин накануне проверил ход работ на этом объекте. Отмечу, путепровод соединяет две части города, южную и северную, проходит над железной дорогой. Сообщение между частями муниципалитета раньше осуществлялось только по двум переездам. Один из которых на окраине города, а другой в центре Югорска. В час пик на переездах образовывались многометровые пробки. Теперь же у автомобилистов есть возможность преодолеть препятствия по путепроводу. На строительство объекта в этом году направили более 180 миллионов рублей. Стоит отметить, что Егорск является важнейшим транспортным узлом Югры. Через город проходит федеральная трасса, северный широтный коридор, который связывает округ со Свердловской областью. Кроме того, строится дорога из Тюмени через Урай-Конду на север, на Белоярске и туда дальше на Салихар. Как раз тоже будет проходить через город Югорск. Всегда города на четырех дорогах, маршрутах всегда были богатыми. Вся сложность основная как раз в ограниченности ресурсов. И основная задача наша – это максимально эффективное использование этих ресурсов. А всё, что необходимо делать на муниципальном уровне, именно в муниципальном образовании Югорск, всё делается. Я вас уверяю. А муниципалитет готов к освоению ежегодно, уже сейчас, по тем планам, которые мы обсудили и проехали по конкретным участкам дорог, посмотрели, порядка 150-200 миллионов рублей в год. На ближайшие три года – это точно. Но нет гарантии, что эти средства муниципалитет получит, потому что мы тоже ограничены в ресурсах. Продолжение следует...